Спасибо. Я сразу вопрос вам задам. Ребята, представители бизнеса есть? Предприниматели, владельцы бизнеса? Хорошо. Моя презентация, сразу скажу, в большей части будет посвящена вам. Еще второй вопрос. У вас есть сайты, какие-то площадки другие? У меня такая достаточно речивая презентация ввиду всех тех тем, которые сегодня у нас были. Посмотрим. Мне будет интересно, как вы на это прореагируете. В общем, вкратце о себе. Меня зовут Алексей Купреев. Мы достаточно давно работаем с Инстаграм. У нас диджитал агентство, у нас образовательный центр, у нас есть свой небольшой интернет-магазинчик, у нас есть Академия Бега. Я приехал к вам, кстати, из Беларуси. Заодно решил в гости к вам зайти. Мы с Инстаграм работаем в разных направлениях. Я очень люблю крутые и качественные аккаунты, которые продвигаются контентом. Я люблю аккаунты, которые исполнены каким-то креативом, как Land Rover, например, делает такой длинный аккаунт с различными видосиками, которые можно листать вертикально. Но также мы в последний раз тестировали такой формат работы, как инсталендинги и все, что связано с этим делом, все, что связано с редиректом трафика из Инстаграма на сайт, на какую-то посадочную страницу. Поэтому моя презентация не будет посвящена тому, как продвинуть Инстаграм-аккаунт. Она будет посвящена тому, как запустить действительно какой-то большой трафик на вашу другую посадочную страницу, на ваш другой сайт. Соответственно, стратегия называется инсталендинг. Но перед этим придется, конечно, немного поработать, чтобы эту стратегию запустить. Первый шаг – это оформление аккаунта. Вот у вас пример того, как может выглядеть инсталендинг. Это просто порезанная картинка на 6, 9, 12 кусочков, которые представляют собой единый объект. Важный момент, который вы при этом должны учесть, это оформить аватар, название, описание, ссылку. То есть это такие 4 постулата, которые у вас должны быть сделаны четенько, на уровне хорошо. По антирекомендациям, здесь я кратко прописал, я не буду читать текст слайдов, вы можете это сфоткать или презентацию вам как-то вышли. Важно, чтобы ваш Инстаграм продавал какой-то один ваш продукт. То есть одну какую-то товарную номенклатуру, одну позицию или одну акцию он рекламировал от этого на столе. История какая? История очень простая. Вы создаете подобный Инстаграм-лендинг. Я сейчас расскажу о том, где можно эти штуки себе порезать, как грамотно, красиво это оформить и так далее. И начинаете запускать на него трафик. Такой аккаунт может быть один, таких аккаунтов может быть несколько. В зависимости от ваших потребностей, зачастую не все клиенты успевают обрабатывать должный, не все бизнесы успевают обрабатывать должный объем заказов. Соответственно, вы запускаете там, мы работаем там с 10, с 20, с 30 разными аккаунтами, зависит от потребности. Дробите ее на такую вот красивенькую картинку, один аккаунт, один товар. Обязательно ссылочка должна быть, вот мышка у нас что-то двигается, да, сама. Ссылочка должна быть на ваш сайт, сайт должен быть адаптирован под мобильную версию, потому что бывает, когда кликнешь по сайту и у тебя там дымится, начинает телефон. Это не хорошо, от того, что непонятно вообще, что там происходит. Ну и под каждой фоткой, в принципе, тоже можно продвигать основной аккаунт. Под каждой фоткой вы можете делать некое упоминание основного аккаунта через собачку. Вот, для того, чтобы эту всю штуку реализовать, ну вот пример, как это делали мы. Мы запускали трафик на свою автоворонку. Это серия бесплатных видеоуроков по старту бизнеса в социальных сетях, которая дальше там продолжает под собой идею обучения платного. Вот мы сделали такую серию инсталендингов. Разный. Разный, три, четыре, бесколько здесь, восемь. Восемь штук порезали на шесть картинок. На каждый из этих аккаунтов шел трафик. На каждый аккаунт может идти трафик до тысячи подписок, до тысячи лайков в сутки. То есть это допустимая норма инстаграма, с которой они сейчас работают. Ну, соответственно, если нам нужно было больше, и мы понимали, что справлялись больше, мы добавляли просто этот трафик. Замечу, да, дальше замечу по продвижению, какие вещи были важны. Значит, по оформлению. Какие сервисы можно использовать для того, чтобы порезать вот эту штуку. На самом деле вообще все супер просто. Начну снизу. Да, это фотошоп для приверженцев старой школы и тех, кто умеет хорошо с дизайном работать. Либо вот эти три сервиса. Паблер Вилда.ру, там помимо Кропера, то есть разрезальщика фоток в инстаграме, есть еще много всего. Ну и N-Squares и Инстагридс – это мобильные версии, в которых вы можете это быстро сделать. Для тех, у кого нет компьютера или он его уже продал, чтобы пользоваться только мобильным телефоном. Второй шаг – это продвижение непосредственно. Вы оформили, вы все это раскатили, красивенько у вас это выглядит, супер, надо продвигать. Что делать? Достаточно простые и понятные все методы масс-фоллоуинг, масс-лайкинг. Важный здесь момент. Многие сегодня в том числе говорили, что масс-фоллоуинг, масс-лайкинг – это какое-то нелегальное продвижение, это боты, это какие-то фейки и так далее. Но надо понимать, что в принципе масс-фоллоуинг и масс-лайкинг – это официальный способ продвижения в Инстаграме. То есть Инстаграм сам изначально разрешил эту функцию, сделав ее доступной для большинства. Пожалуйста, подписывайтесь на своих друзей, ищите похожих друзей, лайкайте их фотографии, возможно, они подпишут на вас в ответ, не это ли положено в концепцию Инстаграма. Сделали вот этот метод таким серым, черненьким, всякие ребята, которые занимаются этим массово и не по целевой аудитории. Но я думаю, что на каждого из вас подписывались рано или поздно наращивание ногтей, школы какого-нибудь там визажа, увеличение там чего-либо для мужчин и для женщин. В общем, это не из этой истории. Здесь очень важный вопрос, который касается вот этого пункта – это сбор базы. Собирать нужно исключительно целевую аудиторию. И мы очень жестко собирали, сегментировали нашу целевую аудиторию, чтобы когда мы касались ее каким-то образом, либо подпиской, либо лайком, она была готова к нашему переходу. То есть она с нами где-то уже была знакома заочно. Мы использовали для этого сервисы, которые я чуть дальше расскажу. И под каждую страницу мы использовали свою базу. Например, у меня есть партнер, вместе с которым мы ведем эти уроки. И мы дробили людей на тех, кто знает меня и на тех, кто знает его. Соответственно, мой дополнительный аккаунт подписывался на тех, кто знает меня, чтобы вот эта цепочка касаний была более эффективной. Без всяких ботов, без всяких арабов, турков и прочей истории. Дальше. Соответственно, если вам достаточно по 50-100 переходов ежедневно, врубайте один аккаунт. Если этого недостаточно, подключайте еще 10 аккаунтов. И можете получать до 1000 переходов ежедневно. Если этого мало, то можно дальше идти. Вот такая история буквально за пару дней. Вот скриншот просто как вам ехал, за последние пару дней сделал, чтобы он был максимально актуальным, достоверным. Постоянно у нас сейчас ежедневно идет какой-то трафик. Сейчас он чуть-чуть что-то там под утих. Наверное, отдыхают иногда аккаунты. Ну, в общем, 347 переходов, 85 заявок конкретно на сайте легло за буквально парочку дней. И это вся история масштабируемая. Что самое интересное и что более интересно, то, что мы не тратим на это практически ничего. Это не Direct, это не AdWords. Мы не платим за эти клипы. Сервисы по быстрому продвижению, которые могут быть в этом полезны. Это, во-первых, это Telegram. Я здесь его показал сразу через ссылочку. Наш промокод, это Rocket, название нашей академии. Потому что по этому промокоду у вас будет там какие-то плюшки, либо бонус на бесплатное использование, дополнительный, да, пролонтированный, либо какой-то там расширенный функционал и так далее. Telegram мы используем, почему? Потому что он, это десктопная версия, компьютер должен быть всегда включен. Но он позволяет очень круто собирать аудиторию и фильтровать ее по разным базам. One Million Likes – это облачная версия, по сути, то же самое. Единственное, что если вы используете много аккаунтов, например, у нас там в работе 30 аккаунтов, нам One Million Likes дороже бы обходилось. Вот, в Telegram'е можно до сотни аккаунтов загружать на одну программу. Сегмента для того, чтобы спарсить аудиторию более точечно, потому что все-таки в Telegram'е, не знаю, насколько это правильно будет утверждать, попадаются арабы, попадаются всякие ребята, не тех, не той национальности, не той принадлежности, которая нам нужна. Вот, сегмента мы позволяют более сегментированно к этому вопросу подходить. И такая история, которая называется GetIP – это прокси. Вы покупаете прокси для того, чтобы вы могли работать с большим количеством аккаунтов. Инстаграм не позволяет раньше из пяти, сейчас уже с трех аккаунтов работать с… больше чем… точнее, вы не можете работать с тремя аккаунтами больше, чем с одного прокси-адреса. То есть, грубо говоря, я на телефоне могу вбить у себя там раз, два, три, четыре, пять аккаунтов, там три лучше, то уже шесть, семь будет блокировка. Поэтому нужно использовать дополнительные прокси-сервера. Третий шаг, самый важный, он касается продаж, того, как это все можно… А, да, тут я еще назад вернусь. В общем, вот по этому история, пока я так бегло пробежался, вот для тех, кто конкретно владельцы бизнеса, предприниматели, собственно, вот здесь вот понятно до сего момента, да, в общем-то, хорошо, супер. Вот когда вы запускаете этот трафик, когда он у вас идет на сайт, в принципе, все окей. В принципе, все уже здорово, сайт у вас… На сайте есть определенная конверсия, вы ее считаете, дальше вы начинаете работать с человеком. Но если вы закрываете людей в Инстаграме, если вы осуществляете непосредственно продажи в Инстаграме, то есть некие фишки, которые… такие трюки и уловки, которые нужно понимать, которые почему-то практически никто не использует. Вот как бы они на виду. Первое. Сразу покажу пример. Вот мы у себя набирали ребят в школу английского языка. Как можно рекламировать школу английского языка? Ну, взяли, просто разместили какой-нибудь промо-пост в Инстаграме, покрутили его там через Фейсбук. Или свой Инстаграм активно развивается. Что мы сделали? Мы купили пост в одном, ну, таком, средненьком аккаунте местном, региональном. Пост нам стоил примерно 10 долларов. Это сколько будет? Это где-то тысяча… А, 600 рублей, да? 650 рублей. Ну, мы не рекламировали сайт, мы не рекламировали подписывать наш магазин. Мы понимали, что самое простое действие, которое может сделать пользователь, это поставить плюс, чтобы мы могли его отследить, чтобы мы могли его идентифицировать, да? Потому что лайки, если нельзя идентифицировать, если их больше 200, а плюсы можно. Ставь плюс, запишись на бесплатный урок. Все, 500 заявок. 500 заявок, фактически, которые были получены. Многие спросят, у нас, по крайней мере, спрашивают, ну, понятно, бесплатный урок, что тут такого? Окей, вот вам цифры. Один пост сообщества с стоимостью 600 рублей, 500 горячих заявок, 100 человек, которые реально пришли на занятия, реально пришли на бесплатный урок, из них 20 оплатили обучение и 12 тысяч рублей средний чек составил. Ну, вот в голове себе умножьте цифры и посчитайте окупаемость ROI, да, вот этого одного поста. И вот эту вот маленькую фишечку ставь плюс в комментах, чтобы записаться куда-то, чтобы забронировать какое-то за собой действие, чтобы забронировать за собой скидку, чтобы поучаствовать в акции, ну, то есть, что угодно. Просто ставь плюс, вот их, это мало кто использует, потому что просят писать, там, напиши свою историю. Блин, да, ребят, ну, я не буду историю писать, у меня там ребенок описывался только что, я максимум успею плюс поставить и бежать надо. Дальше, директ плюс коммент, то же самое, если не реагируют на, они ставят плюс, вы им отписываете в директ, если на директ не реагируют, а 50% не реагируют, потому что они до сих пор не понимают, что такое директ, то, в принципе, вы пишете просто последний комментарий под их фотографией, типа, ребят, эй, может, все-таки директ, если они там и там у вас спрашивают, что, ну, тогда блокируйте их на пользу. Просто зачем он нужен? Шутка. Бизнес-страница. Соответственно, можно перевести ваш профиль в бизнес-страницу, привязав его к Facebook. Очень крутая возможность, она позволяет быстро вашим клиентам связаться с вами, буквально по одной кнопочке. Ну, и для тех, у кого есть магазин или офис, геолокация тоже никогда не бывает лишней. И автоуведомление – это хорошая история, когда, например, из тех, кто активно сейчас развивает и ведет свой канал, сталкивались ли вы с такой проблемой, что вам оставляют комментарии под фотками, под постами, но вы их не успеваете замечать. Было у кого-нибудь такое, да? Ну вот, да, постоянно такое. И действительно, ты вроде как размещаешь какой-то новинки у себя, да, а они, блин, дебилы листают, 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 ну, 5 недель там, да, и ставят коммент именно под фоткой, которой уже тысяча лет. И ты, блин, как мне ее вообще найти? В общем, эта история тоже решаема. Есть крутой сервис, о котором я сейчас расскажу, вот, блог про сервисы, который позволяет вам присылать все автоуведомления о новых комментариях под всеми фотографиями в Инстаграме. Вот, это тоже обязательно подключите, иначе просто сливаете клиентов, теряете продажи. Вот, сервис первый, это сервис hub.ru, сервис, который позволяет присылать автоуведомления в ваш Телеграм. Вот, можно подключить, кстати, и группу ВКонтакте тоже, если у вас есть, и буквально молниеносно, там, в течение нескольких секунд вы будете получать уведомления во всех породках. Для того, чтобы фиксировать все эти лиды, вот, например, 500 лидов мы получили, 500 заявок под постом, их нужно как-то все зафиксировать. И если вы работаете с разными соцсетями, у вас есть еще там ВКонтакте, Одноклассники, например, есть очень удобные штуки, которые вот называются Social CRM и Blue Sales. Они позволяют ввести автоматический учет именно клиентов из социальных сетей. Ну и постоянный вопрос, блин, а как отписывать директ с компа? Ну вот, примерно сервисы, которые могут вам помочь. Отписывать директ с компьютера, конечно, не совсем этично, так скажем, это будет такой. Мы взломаем всю систему Инстаграма, но тем не менее ее можно поломать. Иногда бывает действительно неудобно, ну то есть прямо если нужно это делать быстро. Вот, по принципу вот этой истории у нас здесь, чтобы вы понимали, таких постов много. Ну то есть таких методов много, и там ВКонтакте такие методы есть и так далее. И чтобы этот весь объем обрабатывать, ну это не один человек, это сидят там у нас. Мы используем дешевую рабочую силу, у нас сидит украинская семья, которая этим занимается. Ну, как есть. Но ребят зарабатывают реальные деньги у себя. Так, собственно, резюме. Какие есть плюсы у этого всего, у этой всей истории? Во-первых, это быстрый запуск, это все можно запустить, настроить буквально за 2-3, ну, если не часа, то мы делали это за день. Вы получаете качественный трафик, реально качественный трафик. То есть конверсия из Инстаграма в заявку, в покупку выше, чем, например, из тизеров ВКонтакте, из промо-постов ВКонтакте и так далее. Ну, вот реально выше, потому что и средний чек там выше, то есть мы получаем более качественный трафик. Это легко масштабировать, просто докупая новый аккаунт и создавая, клонируя эту историю. Это практически бесплатно. Нужна стартовая настройка, ну и потом на поддержание каких-то сервисов, там, какие-нибудь там полторы-две тысячи рублей в месяц. Не надо контент постоянно постить, то есть, чем многие думают, что постить, а куда постить. Если вы используете стратегию инсталендингов, то, в принципе, вам, ну, я здесь игнорирую, как бы, тот аккаунт, который вы должны развивать, потому что о том, как его развивать, сегодня уже много говорилось, и мы гоним трафик сразу на сайт. И все это можно автоматизировать и уделять 30 минут в день, а даже меньше мы сейчас, в принципе, на это тратим. Есть парочку особенностей важных, которые нужно учитывать, которые могут составить вам проблему, сложность. Во-первых, новые аккаунты будут банить. То есть, если вы просто захотите, если вы просто захотите создать там десяток аккаунтов сегодня, да, придете домой. Так, о, круто, Леша мне рассказал какую-то интересную штуку. Сейчас я создам аккаунты, завтра запущу это все, у вас все нафиг забанят. Вот, поэтому нужно использовать отлежавшиеся аккаунты примерно 2-3 месяца. И в этом, на самом деле, кроется самая большая такая сложность. Ее я, к сожалению, публично здесь раскрыть не могу. Это только индивидуально. В кулуарах где-то можно задать вопрос, где эти аккаунты брать, как их покупать, сколько они стоят и так далее. Но это, в принципе, из-за чего вся стратегия ваша может посыпаться. При использовании более 5 аккаунтов, опять же, как я уже сказал, нужен прокси-сервер. То есть, это как бы дополнительный IP-шник, искусственно созданный, который позволяет добавить еще 5 аккаунтов. И нужно следить, реально следить за тем, как Инстаграм изменяет свои API для разработчиков, потому что лимиты могут меняться. То есть, сегодня 1000, завтра 796, послезавтра 1200 и так далее. То есть, нужно за этим следить и перенастраивать вашу программу всякий раз. В Толеграме есть умные обновления. Он постоянно рекомендует обновить программу, и там обновляют сами лимиты. Вот, собственно, вся история. Я вроде как уложился. Решение есть для всех бизнесов. Вы можете мне написать лично, поскольку сейчас не будет практически времени на вопросы. И мне будет убегать, списаться, найти, найтись, и мы с вами что-нибудь придумаем. Вот, я пока еще недельку в Москве. Может быть, даже встретиться с кем-то успею. Может быть. Не заглядывать? Да, зачем заглядывать и обновлять? Ну, если только там комментарии какие-то пишут уже под постами. Иногда у нас оставляли заявку, например, помогите, я не могу там зайти, зарегистрироваться на сайте. Ну, тогда мы в комментариях, прямо в инсталлении, тогда мы на них реагировали. Опять же, когда их 30, ну, у нас нет физической возможности на все зайти, поэтому у нас есть хаб, который в телеграм-чат присылает нам уведомления о всех комментах. Если они есть, чтобы мы быстро, оперативно на них реагировали. То есть, все должно быть у вас автоматизировано. Это не значит, что вы там обложитесь, как, я не знаю, как 30 китайцами, и вам нужно будет им управлять. Это все автоматизированная история. Ссылку на какой? На инсталендинг? Где лучше помещать ссылку на инсталендинг? А зачем ее где-то помещать вообще? MassFollow. MassFollow, MassLiking. То есть, этот аккаунт вы задействуете в цепочке по спаршенной базе с помощью телеграма. Вы гоните на него трафик. То есть, каждый день можно на тысячу человек, соответственно, подписываться и тысячу человек лайков. Примерно 10-20% людей возвращаются. Ну, зависит от того, как аккаунт оформлен. Вот. И переходят на сайт. Он должен быть какой-то. То есть, он должен быть уже с какой-то активностью. Там должны быть какие-то подписчики. Он когда-то должен был быть в работе. Ну, и может быть, все это время в работе. Ну, то есть, там есть свои алгоритмы определенные. А? Ну, да. Да, да. Ну, то есть, опять же, если хотите запустить сейчас прям, то нужно их покупать. Если хотите запустить через три месяца, то уже как бы посеете зерна, чтобы они взошли, и потом с них можно было поплаты собирать. Да. Вот. Пребудет с вами сила инстаграм, господа. Спасибо.